Мы всех приветствуем, дорогие гости, подписчики нашего канала. С вами, как всегда, Сергей. Макс. И с нами сегодня Саша. Но речь не об этом. Вообще-то, мы хотели поговорить о том, как выбрать нож, если вы вообще ничего о нем не знаете. Так сложилось, что Александр пришел к нам относительно недавно. И, как ни странно, уже выбрал свой первый нож. Наша ошибка была вот что. Мы помогли ему это сделать, не сделав из этого ролика. Поэтому сегодня мы выберем нож для нашего нового оператора Михаила. Михаил. Здравствуйте. Знакомьтесь? Да. Собственно, он, наверное, знакомый по нашим выпускам. Теперь речь о следующем. Михаил, от ничего вам нужен нож? Ну, да, для много чего. Например, чтобы в какой-нибудь критической ситуации он мне помог. Не знаю. А что такое критическая ситуация? Ну, я не знаю. Ну, да что угодно. Не знаю. Может, он докатался на лыжах под снег, упал, и там в лифте застрял. Ну, что-нибудь такое. Я не знаю. Сережа, ваше предложение? Есть один вариант, но у меня нет с собой ключа. По спорту ключ! По спорту у нас поменялся. Слушай, ну, если все-таки подходить к ножу на все случаи жизни, я бы, наверное, предложил модель СР1 от компании Cold Steel. Почему? Большая, выхватистая рукавячь, очень толстый обух для ножа. Замок-триадлок один из самых надежных. Не самый удобный по закрытию одной рукой, но сломать его крайне проблематично. Нож открывается шпинком, да, увесистый. Ну, данный нож помидоры тонко не порежет, то есть салат мы будем кушать греческий, нарубленный кубиками, но при этом нож ломовитый, крепкий, прочный, то есть им можно что-то подковырнуть, кончик тоже у него довольно мощный сам по себе. А сколько он нынче стоит? Где-то в районе 8 тысяч. Ну, я должен сказать, что для таких задач вполне приемлемый ценник. Что скажете? Ну, на самом деле, для меня, как для человека из трущобы, очень дороговато. Каких-то таких трущобов? Из чечеремушки. Ага, я вообще бы. А... А... Помощи в лифтах и прочее работали очень слабо, а винные напитки продавались глубоко за помощь, провел как-то 4 с лишним часа сидячий в лифте с двумя бутылками вина и куском сыра. И вы знаете, в этой критической ситуации нож мне очень помогает. Я нарисовал сыр и судочно пытался таки вызвать лифтеров. Так что да, критическая ситуация, нож очень помогает. Да у меня дух много ножей просто алкоголика. Слушайте, ну, вот я говорил, что-нибудь недорогое, например, ну, не сильно, ну, не знаю, там, в районе, может, там, тысяч пяти плюс-минус. Что происходит? Не знаю. Ищен голубь, 954. Что-то скажете? Я что скажу? Слушайте, ну, выглядит вроде прикольно, и я пока что... Потому что он легкий, он легко. Открывай, попробую открыть, да, Катя? Да, кстати, у меня, кстати, тоже периодически будет проблема, если что, извините. Ой, получилось, и вправду. Мелиссимо! Черт, меня дери. Ничего себе. Слушайте, ну, и сколько сейчас стоит? Не знаете? В пределах пяти тысяч. Нет, в пределах трех, это крайне дорогая модель. Д2 это что, сталь, да? Да, сталь, да. Или что-то хорошая сталь, чуваки, я не знаю. Скажем так, для бытовых нужд вполне достаточно, относительно недорогая, и при этом с точки зрения полиции и характеристик вполне достойная. То есть и заточку держат неплохо, и относительно некапризная, ну, если за ней ухаживают. Ну, слушай, ты же не подразумяешь использовать шурового где-нибудь, там, джунглях Вьетнама или что-нибудь такое? Ну, я из Сибири, поэтому там, в принципе, почти как в джунглях. Не знаю, ну, да, и холоднее это все, но вроде, блин, мне не знаю, чуваки, но вроде прикольный, но... Саша, тебе понравилось? Данная версия довольно-таки сбалансирована и симметрично выглядит. То есть по адресу довольно-таки... Ну, если так, бюджет вас устроит, коллега. Да, давайте так, смотрите, вы бы себе такой взяли. Да. Так, если первого ножа, при отсутствии больших финансов, очень даже да. Да. Так, ладно, я задумался, я очень сильно задумался. Да. Слушайте, для меня, что обычная кухня, что плевает, а все, да, я тоже... Ну, ты же не будешь дома пользоваться тем, чем пользуешься там, на природах. Как, знает. Само, ну, тебе приглашать. Ну, если туда и сюда, как вариант, многие складными ножами на кухне пользуются, да. Ну, как бы все нас не любили за это, бог с нокер. Смотри. Модель на подшипнике широкая, с высоким спуском. Тоже легкие. Узкие, высокие, достаточно тонко сведен. То есть комедорку нарезать им будет в письмо весьма аккуратно. То есть ей не придется там пахать, ее ломать и давить. Резать, чем будет вполне предсказуемо. Опять же, тоненький струйный, ну, и симпатичный. Лукоэтика достаточно удобная. Насечка под пальчик, которую ты можешь перестать. У тебя руки удобны? Мне в руки удобно, скажите, что это за штучка. Штучка. Эта штучка нужна для того, чтобы ты уперся пальцем и смог, надавив, что-то прорезать. Что там, Сережа, с куриными косточками делать? Ну, передавливать. Передавливать? То есть не ударять, если нам надо разобрать все-таки бедро пополам. Упираем в косточку и не ударяем, а именно передавливать. Грусть и пополам. Внимание, вопрос. Скажи мне, вот что, братец. Во-первых, когда есть его сложить, безпоследствий. Так, бум. Открыть. Сейчас, секундочку. Уи-и-и, получил. Получается, сейчас, ну-ка. Не надо, вот это движение, плохое движение. Да я не знаю. Надо себя отучать от него. Я думал, так будет лучше. Ну, сколько он мне стоит? Четыре не семи тысяч, но у меня к себе вопрос. Бритые помидоры? Что? Чего, блядь? А чего они волосатые такие? Ты с киви перепутал. Ну, это зеленый. Ну, пока неплохо. Пока этот у меня на первом месте. Я думал. Ценит тебя не смущает? Ну, я что-нибудь придумаю. Слушай. Да? Конечно, мы с тобой обсуждали. Ты говорил, что подписался на канал. Живые новости на этом. Ну да, ну было дело, но что-то. Тогда погоди. А как-то получилось, что ты, обладая такой энциклопедией ножевой информацией, до чего пор не можешь определиться с ножом? Да, блин, да ну мне же нужно прийти и все потрогать, посмотреть. Картинки в интернете, конечно, здорово, но, блин, как бы, можно же прям вживую видеть. Но золотые слова Миши, тем не менее, мы призываем на всех подписываться на наш канал о живой новости ножеков. Потому что там всегда самая актуальная информация из мира ножей. И для человека неискушенного, и для человека в теме там всегда найдется масса интересного. Подписывайтесь. То есть нож должен быть, я считаю, не капризным. Как мы иногда готовим себе еду. Ну вот, я про это говорю, да. Какой следующий перферий для тебя важен при сборе ножа? Многофункциональность. Ну, то есть и тогда это будет не совсем нож. Ну, я готов этим пожертвовать, если все хорошо у него, если все про дела. Как вариант, поэтому посмотрим. В качестве мультифункциональности. Слушался, оптимальный вариант, когда все для всего. И так как ты снимаешь часто где-то в полях, я бы тебе мультитул все-таки предложил в данном случае. Ну, конечно, это было ожидаемо. Но я не ожидал, что будет прям мультитул. Думал, принять нож. Швейцарский нож предложил. Швейцарский нож немного не то. В мультитуле есть клинок. Он того же размера, что и у швейцарца. Здесь есть плоскогубцы, которые могут пригодиться. И, насколько я помню, его нашим старым добрым сломанным элементом, он до сих пор скручивается некоторые вещи. А в данной версии есть пара отверток. То есть они явно будут удобнее, чем складный нож. Ну и кусачки подогнуть какой-то элемент, закрепить камеру. На дереве. Судачком легкие даже. Я привык, что кусачки, как правило, ну, батя такие тяжелые. Вот так. А эти прям легкие, что-то, блин, наши непривычные. Ну, опять же, в данном момент у нас это HX Audor Multitool. Он скрипс его, удобно таскать без чехла. На кармане. Все инструменты у него фиксируются. Причем, довольно-таки необычно. Ну, блин, у меня карманы такие. А у тебя есть карго-карман с боком. Что это значит? Как ты можешь карго-карман? Ну, боковой разгрузочный карман. Либо на поясе. Ну, все, я пошел домой. Ладно, я шучу так. Окей. Нет, вот такие штаны реально. Он не сильно тяжелый. Или все прямо на поясе? На поясе? Ну, там меня... Ты не поймешь. Ладно. Чего? Нет. Извините, пожалуйста. У нас есть консервная открывашка. У нас есть маленькая часовая отвертка для небольших деталей. Здесь есть сериэторные лезвия. Как раз для шнуров и прочих прелестей. Есть небольшие ножницы. Что так крутить? Да, вообще, набор песен. Это только с одной стороны. Блин. Много сомнений. Ну, здорово. Ха-ха-ха-ха. Поэтому бы я не взял его первым ножом. Ну, нет. Просто не только нож. Если на функциональности тебе важнее работа, лучше это. Понял. Ладно, я подумал. Ну, нахер. Самое еще, что я хотел сказать-то главное, чтобы открывался. Легко просто есть какие-то ножи, которые ты нажимаешь на кнопку, они так вылетают, что потом просто ужас какой-то. А вот чтобы я мог по-человечески открывать, ну, чуть ли, как не выкидыв, что ли, не знаю, что-нибудь вот такое, очень легкое открытие. А есть ножи, которые тяжело прям вообще открываются. Вот мне что-нибудь вот... Ну, тот же флиппер мы с тобой смотрели. Модель Praxis на Ultime. Да. Ну, я помню тут нож, да. Автомат, штука, выглядит эффектно, конечно, но непрактично, благодаря еще большого количества пружин. Флиппер, наверное, один из самых удобных вариантов открытия ножа. Данный вариант у нас еще идет и на Liner Loki. А такой вопрос. Тебе же единственный способ открытия, который удобен, или, к примеру, ты ничего-ничего, или, к примеру, старый добрый флиппер. Так флиппер мы ему и показали. Флиппер с шпеньком. Один нож со шпеньком. Сможешь ты вот этот нож удобно? Так же комфортно открывать. Вот такие ножи мне тяжело. А, то есть я шпеньок. как он за шпеньок катали? Нет. Просто я уже немножко приноровился. Вы спали, я взял ваши ножи. Вот так вот было дело. Да, научился немножко. Но не все ножи так могут, к сожалению. Но это получается, да. А если я что-нибудь порежу, он загрязнится. Я вот не смогу сразу почистить, он мне будет тяжело выходить, да? Какая разница? Ну, я просто... Я фантазирую, извините. Но я бы отдергался шпеньок, признаюсь честно. Вот это вот, это же шпеньок, что это за история? Это флиппер. Флиппер, окей. Я думал, что шпеньок всю жизнь. Окей. Харли это флиппер. Его не надо дергать. Его надо стучать. Его надо просто провести. Сколько стоит? Сколько стоит? Чем-то стоит? Брайзмор равене семерки тоже. Это северка. Наверное, северка где-то около северки. Почему хорошие ножистики стоят северку? Черт. Наши ножи всегда стоят достаточно денег. В любом случае, но как бы, на прилиже всем, что тебе шпень не так удобно, как с флиппером. С флиппером тебе комфортнее. И ты его. Ну что, едем дальше, мы все-таки должны мы сегодня меньше подобрать. У меня вообще, по идее, проходят съемки. Ну, я же снимаю, много чего интересного. Вот он тоже мне на съемках пригодился и внешне, и там что-то, возможно, поддетовать. Мне предлагали мультитулы уже, мы их разобрали. Ну, это не нож, это все-таки мультитул. Мне вот прям вот именно нож, чтобы вот такой. Тогда, наверное, фикс. В полях он намного удобнее, чем складной. И, да, не проще ухаживать. И бюджетный. Ну, и бюджетный. Ну, пойдем. Он же первый, чтобы он не ломал. Да. Ну, тут два варианта, проверенный. И непроверенный. Держи. Раз. И второй вариант, я думаю, все-таки, давай, зелененький. Зелененький. Яркий и красивый. И зелененький. Зелененький он. Был. Зелененький он наш. Ну, собственно, два бюджетных. Это легендарная. Мора Компаньон. Проверенный, так сказать, годами и многими нашими, так сказать, подписчиками и соратниками. А это Ганза. Прямая ему альтернатива, собственно, что по ценнику, что по качеству. Ложно заметить. Какой из них тебе больше нравится? Зеленый, конечно. Исключительно из цвета? Да. Среди коньяр. Во-первых, это цвет фрамакея. То есть, должны понимать. Нет, на самом деле, если говорить прямо еще честно, то вот этот нож мне больше нравится. Слушайте, я не знаю, что прямо сказать, честно, но выглядит вроде неплохо. Единственное, что не нужно, опять, некие кнопки нажимать, А, это не может не радовать, да? Это не может меня, как человека, из... неважно откуда, радовать. Благоустрый. Черт. Вообще, мой платье остался без волос. Достаточно. Вообще, потрясающе. Он не сильно дорогой, я так полагаю. Плюс, и вот, не нужно никакие кнопки жать, что меня тоже реально очень радует. Если я все, что могу сказать, им, наверное, удобно. Как-то... Чем интересно, ножны уморы, они крепятся на штаны, без ремня. То есть, ты можешь шел на карман, на свои карманы, хоп, зацепить. Да, я про это и сказал. На ленточку. Ну, на ленточку слишком сурово, но вот, в принципе, куда-нибудь там. суровый сибирский парень, с суровым ножом. На ленточку. Для понимания происходящего, для понимания происходящего, Миша, такие вот карманы, вот такой вот, а будет мне его удобно носить? То есть, у меня, допустим, карман уберется, и Миша, они словно брючные. То есть, нож с обычной клипсой, мне сюда сажать неудобно. А вот такие вот, вижены, вот, с вот такой вот клипсой, на спинке. Мне кажется, оп, носить ему было бы очень интересно. попробуй, надень на карман. да, потому что те, те я пробовал. Ну, вот так же удобнее, согласись. Я даже не могу понять, где он, а, ничего себе, он слился со штанами. Черт, а вытаскивается, а, и вытаскивается, заработал. Это просто привычка. Да, просто привычки. Оп. Выглядит, конечно, модняло, блин. Ну, единственное, что, как бы, а, ты сказал, что бедет у тебя ограничено, и в этот бедет, я боюсь, тебе будет понимать, если они не смотрят. Как закрытие? Вот это верх. Ах, черт. Оп. Оп. Какие навороты у вас, блин, вот ваши, в Москве. Или второй опыт? Без этого. Блин, слушайте, выглядит модняло, еле как научился открывать, сейчас минус 40 на это потратил. Ну, дороговатый, блин, крутой, и для штанов подходит. Хорошо, мы определились с основными критериями. Давай ты нам честно признаешь, вот, закадровать из нас, признайся зрителям. Для чего тебе нужен? Какой основной критерий? Для чего тебе нужен? На самом деле, нож не нужен чисто для понтов. Выкидуха. Тебя не слышно. О, меня очень привязанно слышно. Во-первых, это будет очень понтовый выкидух. Помогите, меня держит в сложниках. И вот он. Вот я. Большой, понтовый, красивый нож. Как закрыть, не понял. Ну, это около 70. Реально? Белые расцветки, да, это модель. Освященная Зрежным воином. Не могу закрыть его. Что моряки? Модель Штурм Трупер. Наверное, ты в детстве мало кашки ел. Надо хорошо завтракать. До конца. Все, я понял. Блин, тяжеловато, сволочь, идиот. У тебя слабые пальцы. Ну, моя женщина бы поспорила, кажется, этим. Слушайте, ну, у Штурмяков, если бы такой был, я думаю, у меня такой должен быть по-любому. Они бы постоянно промахили сми ботона хлеба. Вы не шутите, 70 тысяч, да? Микро-течный дорого, мало, но это еще ограниченные сели. Так, ну, я думаю, меня поймут дома, если вдруг зарплаты я не принесу какое-то время. Здравствуйте, у вас есть шаурма? Вам какого? Среднего. Здравствуйте, а у вас есть шаурма? Да, конечно. Вам среднюю или большую? Среднюю. ничего не дают купить. Хорошо, ну, исходя из понтов, бюджета и красивого внешнего вида на микро-теч денег, у тебя нет варианта? Он так отниму на F. Да. Берем? Берем. Посмотри, ну это же просто песня. Вот мы выбрали Михаилу Первый Наш. Что скажете, друзья? Потрясающе. Теперь ты... А, да, конечно, вот такая быкидуха, мне она очень нравится. Возможно, кто-то мне скажет, что я не прав. Первый нож должен быть не такой, я вам скажу, неправда. Вы должны чувствовать сердцем ваш первый нож. Я почувствовал сердце, я не ошибся, ведь в Орлах, это я в будущем. Почему бы нет? Я хотел бабочку.